В преддверии Международного дня защиты детей, Следственный комитет России не мог не собрать в своих стенах соратников в деле защиты прав детства. За общим столом сотрудники министерств, общественники, волонтеры, врачи, спортсмены. Все они на своих участках оказывают помощь детям-сиротам или пострадавшим от гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, вооруженных конфликтов. И эта работа сегодня как никогда важна. Отношение к детям всегда было показателем здоровья государства, его нравственного самочувствия. И надо отметить, что руководство России уделяет этому направлению большое внимание. Мы живем в такое время, когда на неокрепшую детскую психику влияют потоки информации из интернета, телевидения, георизация криминального мира в подростковой среде. Поставить заслон этому, показать, что есть мир доброты, справедливости, честного труда и служения своему Отечеству – вот наша первейшая задача. Это тем более важно в настоящее время, когда в новых российских регионах продолжаются боевые действия, отличающиеся своим ожесточением и кровопролитностью. О помощи тем детям и подросткам, чьи юные годы оказались опылены бомбежками и обстрелами, говорили руководители молодежных организаций новых регионов и федеральных министерств. А проблем хватает и организационных, и гуманитарных, и воспитательных, и психологических. Есть проблемы с разным документационным оформлением детишкам, то есть вот, например, у нас постоянно идут жалобы по оформлению гражданства, то есть то свидетельство о рождении, то штамп не ставят. Здесь поднадавить на систему, да, и добиться того, чтобы дети точно могли это гражданство получать, ну, фактически автоматом. В прошлом году действительно называли очень успешный проект, который назывался «Университетские смены», когда мы привозили детей из четырех новых субъектов, старшеклассников, которые ехали в университеты нашей страны, и это было порядка 15 тысяч таких детей, и они не просто с точки зрения профориентации и знакомства с университетом, и с краем, где стоит этот университет, они еще и пропитывались воспитательной работой. Я лично ездил, встречался с этими родителями, которые говорили, что мы не знаем, куда мы их везем, мы не знаем, что вы там с ними сделаете, и дальше же были высказывания, вот в чатах коллеги из министерств видели, что вы этих детей продадите на органы. На сегодняшний день уже понимаем, что такие родители хотят и готовы теперь отправлять. Еще больше университетов мы подключаем к этой задаче. Особенно тонкая и тщательная работа нужна с ребятами, выросшими в Херсонской и Запорожской областях. Ведь большую часть их жизни с помощью учебников, интернет-ресурсов, с экранов телевизоров, они подвергались настоящей идеологической обработке. Им рассказывали, что Россия – враг. Восемь лет детям действительно промывали мозги, в прямом и переносном смысле этого слова. Но когда ты говоришь им правду, когда ты показываешь живых свидетелей того, что происходило на территориях Донбасса, это, безусловно, не только меняет мировоззрение, но, знаете, как-то они становятся иногда, мне кажется, более патриотичны. Не забыты и интересы детей, которые от места военных действий живут далеко, но тоже нуждаются в защите своих прав. На совещании говорили о том, как защитить право сирот не просто на жилье, а на качественное жилье. Ведь чиновники на местах порой селят таких подростков в откровенные развалины. Вспомнили и о всероссийских проектах при общении молодого поколения к спорту. Тем более в разговоре принял участие олимпийский чемпион Александр Легков. Это на лыжне он ас. Как депутат, делает пока только первые шаги. Но они в сторону детства и юности. Как в спорте, когда ты идешь к своей цели, ты идешь только прямо, не обращаешь внимания ни налево, ни направо, только вперед, нацеленный результат, ты не видишь, что вокруг происходит. Но когда пришлось или просто захотелось остановиться и обернуться вокруг, ты увидел, что как много людей и детей нуждаются в помощи, собственно, чем мы и занимаемся. Фонд легендарного лыжника теперь проводит не только тренировки, сборы и лагеря с начинающими лыжниками. Он еще и обеспечивает нуждающихся подростков бионическими протезами. Оказывает иную благородную помощь. Как и все остальные участники встречи. Волонтеры, врачи, артисты и, конечно, следователи. Для всех них 1 июня это фактически профессиональный праздник. Хотя и по-настоящему рабочий день. Все озвученные предложения будут учтены в нашей работе обязательно. По итогам совещания подготовим доклад председателю Следственного комитета с проектом соответствующих поручений. Субтитры создавал DimaTorzok